Дома Дракона Седьмой эпизод начинается в дрифтмарке с похорон Лейны Виларион, второй супруги Дэймона. Наконец мы видим всех персонажей шоу в одном кадре, разве что дети, как пока не самые важные игроки в престолы, бегают туда-сюда. Учитывая обстоятельства смерти принцессы, использование закрытого саркофага для погребения более чем уместно. И вообще вся сцена визуально подтверждает, что костюмеры и декораторы получали свою зарплату явно не зря. На саркофаге изображена типичная представительница Виларионов, изящное лицо, обрамленное серебряными локонами, и морской конек, символ их дома. Как и Таргариены, Виларионы были известны характерным для валерийцев цветом волос, что и вызывало вопросы Краинирии, чьи дети не унаследовали эту черту. Не могу сказать, что традиции погребения самая воодушевляющая тема, но мы видим, что подобно Таргариенам, которые предают усопших пламени, Виларионы отправляют людей в последний путь в морскую пучину, упоминая некого сардиньего короля. Мне не удалось найти информации о божестве именно с таким именем, но согласно семейному преданию, упомянутому в мире льда и пламени, Виларионы заключили договор с королем Водяных, от которого и получили плавниковый трон. Это некий бог, который правит узким морем и считается, что он охраняет мертвых. За несколько секунд, пока камера оглядывает присутствующих, становится очевидно, что Отто Хайтауэр вновь занял пост Десницы, а Лисента и ее дети отныне носят исключительно зеленые цвета. Присущих Таргариенам черного и красного оттенков заметно меньше, что подчеркивает шаткое положение Рейниры. Однако ее дети, пусть даже являются бастардами, производят впечатление куда более человечных и пусть и немного зашуганных персонажей. Они хотя бы высказывают какую-то поддержку Рейни и Бейли, в то время как сыновья Лисенты продолжают наслаждаться вседозволенностью и безнаказанностью, пользуясь тем, что их мать занята придворными интригами. В то же время Хелейная, их средняя сестра, все так же изучает насекомых и, кажется, совершенно не обращает внимания на происходящее. В сериале озвучили лишь то, что дракона из королевских детей не было только у Эймонда, так что по логике вещей дракон у Хелейны был, да и в книгах она была наездницей дракона «Пламенная мечта». Правда, пока что образ принцессы вызывает некие сомнения в том, что она смогла бы подчинить себе дракона, да и вообще в ее психическом здоровье, но, возможно, ей уготована роль прорицательницы или ведьмы. К тому же ее несвязанные фразы о черных и зеленых драконах явно напоминают пророчество о будущем танце драконов, а появляющийся на экране сразу после того, как она захлопывает насекомое в раковине Ларис Стронг, как раз подходит на роль паука, которая плетет всю королевскую гавань своими интригами и попортит еще немало судеб. Также пророчески выглядит и момент, в котором Эйгон говорит, что ему так же нравятся длинные ноги, как и его сестре. Здесь можно вспомнить сон Хелейны из предыдущей серии, в котором она говорит, что на последнем кольце существа, которое она держит в руках, нет лапок и придется закрыть глаз, что явно перекликается с предыдущими событиями, о которых мы поговорим чуть позже. Из разговора братьев становится понятно, что Алисента не забыла о том, что король счел прекрасной идеей сочетать Хелейну браком с сыном Рейниры и дабы не допустить этого, подыскала жениха сама из ее родных братьев. Забавно, как еще пару эпизодов назад Алисенте были отвратительные обычаи Таргариенов и она приходила в ужас от мысли, что Рейнира была близка с собственным дядей, а тут она спокойно решает поженить собственных детей. Меняются взгляды не только у королевы. Корлис Виларион говорит сыну Рейнира Люцерису о том, что именно он, возможно, станет наследником высокого прилива, несмотря на то, что, как и все остальные, понимает, что мальчик не его внук. Об этом он говорит и Рейнис, своей жене, подчеркивая, что в истории остаются имена и фамилии, и кто там будет разбираться спустя столетие, главное, чтобы имя Виларионов никогда не сменялось. История не помнит крови, она помнит имена. Рейнис, в свою очередь, открыто игнорирует как саму Рейниру, так и ее детей, собственных внуков по титулу, но не по крови. Очевидно, что ей также претит сама мысль, что ее сыну наставляют рога в течение долгих лет. Однако она вынуждена смириться с этим ради собственного сына, которого такое положение дел более чем устраивает. Неспроста во время прощальной речи, в момент, когда произносят слова об истинности крови, все присутствующие реагируют по-разному. Кто-то с тревогой, кто-то с надеждой, а Деймон так и вовсе начинает смеяться. Эта же фраза становится отсылкой к свадебной традиции Таргарионов, скрепление союза кровью, который мы вскоре и увидим. Также в качестве затравки нам показали сразу пятерых драконов. Караксиса, дракона Деймона, подросшую Сиракс, чьей всадницей была Рейнира, морского дыма Лейнара Вилариона. И думаю, также в кадре присутствует Милейс, самка дракона, на которой ездила Рейнис, и, возможно, в Хагар. Но последние два вполне могут быть и драконами Детей Элисенты, Солнечное Пламя и Пламенная Мечта. Кстати, по одной из теорий, именно у Пламенной Мечты были похищены три драконих яйца, и они будут считаться безвозвратно утерянными долгое столетие. Основной проблемой, обозначенной в серии, становится в первую очередь Лейнар, который, по мнению Рейниры, становится несколько бесполезен, а их брачная сделка трещит по швам, и вскоре может принести еще больше проблем. К тому же, принцесса вновь встречается с Деймоном, и, как оказалось, страсть после десятилетнего перерыва никуда не исчезла. А дядя, к тому же, может очень даже помочь Рейнире в противостоянии с зелеными. Кстати, в этой серии впервые это обозначение звучит от персонажей. Ранее мы просто знали по умолчанию, что сторонников Рейниры называли черными, а Алисенты – зелеными. Однако Деймон не горит желанием возвращаться в Королевскую Гавань, как бы Визерис не призывал его забыть старые обиды. Во-первых, он все же слишком горд, а во-вторых, он, похоже, куда больше заинтересован в союзе с собственной племянницей, которая правит драконним камнем. Да и что ему делать в кишащей хайтаурами столицы? Кстати, мне очень понравился момент, когда Отто пинает загулявшегося принца Эйгона, и как-то по-отцовски, добро, хоть и достаточно сурово, отправляет его спать. Сейчас парню всего 13, но в дальнейшем алкоголь и слабость к симпатичным служанкам, которые были показаны уже в этой серии, станут одними из основных качеств, которые вспоминали знавшие его лорды и десницы. Итак, Деймон и Рейнира наконец встречаются после долгой разлуки, и фактически первое, что принцесса припоминает дяде, это тот случай в блошином конце. И по ее мнению, все дальнейшие события также отчасти произошли именно так, потому что Деймона не было рядом. Если ты в чем-то меня обвиняешь, то будь поконкретней. Я была одна. Ты бросил меня. Я пощадил тебя. Ты была ребенком. Хотя как дядя мог воспротивиться приказу короля навсегда покинуть королевскую гавань? По большому счету, тут, конечно, сериал уходит в драму гораздо больше, нежели это было в книгах. Как минимум потому, что уже после замужества Рейниры они не переставали видеться, и именно Рейнира находилась с Деймоном в момент смерти Лейны. Но учитывая, что весь сценарий первого сезона написан по половине одной главы книги, а именно 34 страницам, простим создателям, что они решили добавить немного эмоций. Романтиком Деймона назвать, конечно, сложно. Если первое свидание происходило в борделе, тут и вовсе в качестве декорации выступают какие-то развалины от старой лодки. Черные, а думаю ни у кого нет сомнений, что Деймон поддерживает Рейниру в притязаниях на трон, обсуждают необходимость укрепить свой союз, что вполне очевидно при помощи брака. И мы вновь возвращаемся к Лейнеру. Как становится понятно из откровений принцессы, они честно пытались зачать общих детей, но видимо сама судьба была против, а теперь то, что он предпочитает мужское общество, так и вовсе ни для кого не секрет. Мы пытались, но тщетно. Но вот если Деймон после смерти Лейна теперь свободный мужчина, то несмотря на скорбь по Харвину Стронгу, принцесса все еще официально замужем. И принц-консорт, который раньше исполнял роль прикрытия для Рейниры, становится непреодолимой преградой. Также Рейнира вспоминает о проклятии Харренхола, все еще не желая верить, что к пожару может быть причастна Алисента. Я не верю, что Алисента способна хладнокровно убить. Все мы способны на злодейство. Однако немного позже ей все же доведется увидеть истинное лицо королевы. Той же ночью происходит и роковое событие, о котором предрекала Хелейна, говоря о глазе, который придется закрыть в награду за лапки. Итак, как мы помним, единственным из королевских детей, кому не досталось дракона, был Эймонд. И парень никак не может смириться с этим фактом. Поэтому он в одиночку решает попробовать оседлать не кого-нибудь, а саму в Хагар, которая после смерти Лейны осталась без всадника. Что ж, стоит отметить, что смелости и безрассудства этому парню, в отличие от старшего брата, не занимать. Да и сцена получилась невероятно красивой, хоть и немного темной. К концу этого сезона нам обещали продемонстрировать 9 представителей драконево племени. Все же в танце драконов их будет участвовать 17. И хочется верить, что они будут настолько уникальными, чтобы в подобных масштабных сценах зрители могли их различать. Далее случается та самая драка между королевскими детьми, в которой Эймонд и теряет глаз. В оригинале в этих событиях не присутствовали дочери Дэймона. Но зато участвовал Джофри, последний сын Рейниры. Правда, в сериале он, очевидно, еще слишком мал. В Хагар совсем недавно потеряла свою наездницу. И подходить к ней было очень опасно даже для Таргариена. И именно Джофри засек Эймонда, когда тот подкрадывался к дракону. Испугавшись, что мальчик поднимет тревогу, принц Эймонд шлепнул его, крикнул, чтобы тот молчал, а затем пихнул его в груду драконьих испражнений. Джофри начал плакать, а Эймонд подбежал к Вхагар и забрался ей на спину. Вхагар взревело, дернулось, яростно встряхнулось, а затем разорвало свои цепи и взлетело. И принц Эймонд Таргариен стал драконьим всадником, дважды облетев по кругу башни высокого прилива, прежде чем спуститься. Но когда он приземлился, его уже ждали сыновья Рейниры. Принц и Виларионы были младше, но их было трое, и они вооружились деревянными мечами с тренировочного двора. Завязалась драка, в которой Эймонд уверенно побеждал. Когда младшие мальчики попятились от него, окровавленные в синяках, принц начал глумиться над ними, называя стронгами. Тогда Джей Херрис накинулся на Эймонда, но тот повалил его и начал избивать, пока Люк, выручая старшего брата, не вытащил кинжал и не полоснул по лицу Эймонда, выколов ему правый глаз. В сериале, кстати, почему-то не повезло левому глазу. Далее следуют закономерные разборки между взрослыми. И в то время как Алисента яростно требовала отплатить обидчикам той же ценой, то есть лишить глаза одного из сыновей Рейниры, последняя пыталась добиться ответа от Эймонда, кто распространяет слухи о незаконно рожденности ее детей. Под давлением отца Эймонд все же признался, что про вероятное происхождение детей Рейниры ему рассказал старший брат Эйгон, а тот весьма многозначительно смотрит на мать. Думаю, король и без того не дурак, все прекрасно понимает, но все же пытается раз и навсегда решить этот вопрос, под страхом смерти запрещая даже думать о подобном. Дело в том, что мы немного привыкли, что в той же Игре Престолов подобные темы не были столь табуированы. Самое страшное, что грозило бастардам, это отсутствие фамилии и титула, а так никто и не возражал, когда незаконно рожденные дети проживали под одной крышей. Кому-то из них, как Рамси Болтону, в итоге все же передавались полномочия законного наследника, а дети Серсеи так и вовсе успели по очереди посидеть на железном троне. Тут стоит отметить еще и Сира Кристона Коля, который хоть и стал каким-то мстительным придурком, и похоже вся его жизнь теперь состоит только в том, чтобы нагадить отвергнувшей его 10 лет назад Рейнире, все же отказывается от требования Алисенты принести ей глаз сына соперницы. Весь этот хаос интересен еще и тем, что начинается он, как перепалка двух разгневанных матерей, а перерастает в амбиции двух придворных дам. При этом Алисента вообще не претендует на железный трон, она желает, чтобы порядок и традиции престола наследия были соблюдены и впредь, и сам факт того, что Рейнира попрала законы и обычаи, за которые ей самой пришлось положить на алтарь благочестия собственную жизнь, оскорбляет ее до глубины души. А вот Рейнира даже не подвергает сомнению свое право творить, что хочет, хоть в данный момент она и выглядит изрядно растерянной, что в общем-то неудивительно. Ее муж опять где-то прохлаждается, дядя также не торопится ее защитить, а все осуждающие взгляды прикованы именно к ней. И хотя ситуация разрешается, казалось бы, нейтрально, понятно, что это всего лишь затише перед бурей, и обе стороны понимают, что дальше будет только хуже. После отплытия королевской семьи из Дрифтмарка, я, честно говоря, думал, что более ничего особо интересного в этом эпизоде уже не произойдет, однако в этот раз сериалу удалось по-настоящему удивить. Дело даже не в том, что весь эпизод старательно нагнеталась тема с необходимостью брака Рейниры и Деймона, и что, мол, нужно куда-то деть ее текущего мужа. Было очевидно, что этим все и закончится. Быстрая смена кадров, и вот уже Деймон договаривается с Сиром Кварлом Кори, любовником Лейнера, об убийстве, да желательно при свидетелях. Кстати, зрители в целом привыкли, что часть событий переносится в другие локации, а какие-то роли могут быть исполнены другими персонажами. Так что тут даже подозрительно, что все происходит прям по канону, ну разве что не в ярмарке, а в замке. Однако в момент, когда безутешная Рейнис рыдает над обезображенным телом сына, у меня появились сомнения. Думаю, все помнят, как зрители полтора сезона гадали, жив пес или нет. Ведь это основное правило Джорджа Мартина. Если не показали, как конкретному персонажу снесли голову с плеч, совершенно не факт, что он действительно погиб. И как оказалось, это правило работает до сих пор. Лейнар вместе со своим любовником сбежал под покровом ночи, а кому не повезло исполнить роль убитого принца, мы, возможно, никогда не узнаем. Сама свадьба Деймона и Рейниры выглядит, конечно, на порядок интереснее, чем предыдущие пышные праздненства. Прямо так и возникает ощущение, что ты прикасаешься к какому-то таинству, древней забытой магии, а не вот эти скучные официальные танцы и столы, ломящиеся от еды. На мой взгляд, это, конечно, отличное решение. Хоть у кого-то в этой истории случился однозначный хэппи-энд, наперекор книжной судьбе, я имею в виду Лейнара. Однако мир льда и пламени тем и прекрасен, что в нем нет ни одного полностью положительного или же отрицательного персонажа. Так называемая серая мораль. Теперь же все выглядит так, словно Алисента и вправду исчадия ада, одержимая усадить своего отпрыска на престол. А к нежно глядящей на Деймона и Рейнире, испытываешь больше сострадания и сочувствия. Еще бы, на долю девушки выпало столько испытаний за столь малый срок. Потеря матери, предательство подруги, нежеланный брак, детей дразнят и ущемляют, любимого некогда мужчину убили, а теперь еще и будут обвинять в смерти супруга. Так что теперь ряды поклонников черных явно пополнятся, и большинство зрителей, как мне кажется, будут болеть за Рейниру. В оригинале все, конечно, не так однозначно, и принцесса тоже успела натворить делов. Взять хотя бы во внимание книжный эпизод, когда она скормила своему дракону человека, посмевшего усомниться в законно рожденности ее сыновей. Но по каким-то причинам сценаристы ставят Рейниру на позицию жертвы, и это будет иметь определенные последствия для восприятия сериала аудиторией. Но, как говорится, поживем-увидим. До конца сезона осталось всего три эпизода, и развязка первой части этой истории уже совсем скоро. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока.